С фотографий на нас смотрит удивительный мир. Занятый делом енот, пес-исследователь и символ наступающего года коза. Авторы всех этих фотографий еще сидят за школьными партами, но уже умеют ценить прекрасное и беречь удивительные мгновения. Конкурс фотографий «Экообъектив». Он настроен на то, чтобы дети умели видеть что-то необычное, прекрасное в природе, замечать красоту природы. И вот в этом году, он уже проходит пятый год, вот в этом году мы действительно добились вот этого результата. Фотографии были настолько уникальные. То есть дети учатся замечать что-то необычное, красивое в природе, особенное, и показать это на фотографии. На участие в конкурсе «Экообъектив» фотографий представили ученики 11 школ района. Более 170 участников. Выбрать лучшие работы организаторам конкурса было нелегко. Всего 726 работ, и каждая по-своему уникальна. Больше всего было предоставлено по номинации «Уголки природы Анапского района», потому что все равно дети любят природу Анапского района. Ну и также, конечно, и обитатели природы Анапского района, и «В мире растений», «Моя семья», «Улыбка друга», «Очевидное, но невероятное» и «Экофото». Победители наградили дипломами и подарками. Ребята, спасибо вам огромное, что вы умеете видеть красоту вокруг себя. Это значит, что вы вырастете хорошими людьми. Работы Марии Ши и Виктории Пешковой отличаются глубиной видения. У юных фотолюбителей столько хороших снимков, что хватило бы на отдельную выставку. Я сделала несколько работ. Жук в стакане, царевна лягушка, бара и лебедь. На школе есть такие предметы, как окружающее губноведение, которое преподает Багдасарян Сильва Суренова. Она нас учит не губить природу, а запричать эти моменты с помощью фотоаппарата. Увидела у подруги фотоаппарат, решила тоже губить. Выпросила у родителей. И как-то понравилось фотографировать. Что-то интересное, в природе искать что-то необычное. Арсений Вострухин любит животных и насекомых. Он не только фотограф, но и исследователь. Наблюдает за жуками и нередко находит весьма необычных. Я вообще увлекался, фотографировал разные моменты. Эту фотографию я сфотографировала, наверное, год назад, где-то в этом году. Осенью на яблоне сидел рогохвост. И откладывал яйца. Анастасия Маслова переняла любовь к фотоискусству от старшей сестры. И в свою очередь научила делать хорошие снимки своего племянника Данила. Фотографии – это застывший кусочек жизни и времени. Это значит передать красоту живого мира. Я пытаюсь очень быстро настроить, чтобы, например, я слежу, чтобы не убежала птица, чтобы не улетела. Фотографы медлит некогда. Взгляд всегда ищет удачный ракурс. А детский взгляд в привычном ищет чудо и находит его. Спасибо.